Здравствуйте! В эфире информационная программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании Город, приготовили самые интересные и актуальные новости нашего региона. Вот некоторые темы с сегодняшнего выпуска. В конец блокады Ленинграда в Рязани начались мероприятия, посвященные трагическим для нашей страны событиям. Спорт под мостом. Рязанцы неоднозначно отреагировали на возможное появление нового спортивного комплекса. Новая выставка в нашем городе. Работы, выполненные в жанре городского пейзажа, имеющие несомненную документальную ценность. Новость о создании центра уличного спорта в лесопарке под мостом окружной дороги вызвала большой резонанс. Одни рязанцы рады, что в городе появится новый спорткомплекс. Другие недоумевают, как можно заниматься физическими нагрузками под выхлопами отработанных газов от машин. В свою очередь, третья группа горожан обеспокоены тем, что в районе будущего объекта уже вырывают деревья. В социальных сетях несколько дней идет оживленная дискуссия по поводу строительства нового спортивного объекта под мостом. Нашей телекомпании удалось получить эксклюзивный комментарий исполняющего обязанности главы администрации города Рязани Сергея Карабасова. Он утверждает, что поводов для беспокойства нет, а проект тщательно продуман. В частности, вырубка деревьев в лесопарке вестись не будет. Наша задача убрать сухостойные деревья, поваленные деревья, а также очистить лес от захламленности. Мы ведем плановую расчистку городского лесопарка с целью наведения здесь порядка. То есть ведется санитарная работа в нашем городском лесу, которая не проводилась здесь очень-очень давно. Расчистка началась в октябре прошлого года. Тогда от валежника и поваленных деревьев удалось освободить более 4,5 гектаров леса. Работы закончились около моста. В настоящее время они возобновлены. Администрация города планирует благоустроить территорию вплоть до Орехового озера. На сегодняшний день никаких санкционированных вырубок деревьев не ведется. Ведется расчистка леса для того, чтобы горожанам было удобно гулять с собаками, чтобы территория была безопасна. А также планируем обеспечить речку Дунайчика, расчистить русло реки для того, чтобы не допускать затопления, заболачиваемость леса. По словам Сергея Карабасова, спортивный объект расположится исключительно под мостом, где не растет ни одно дерево. Все 8 кортов будут огорожены по периметру сеткой рабицей и не затронут близрастущие деревья. Также он отметил, что здоровью занимающихся не будут угрожать выхлопные газомашин, которые перемещаются по федеральной трассе. На эстакаде к 1 июня будет оборудовано защитное ограждение с двух сторон эстакады на протяженности спортивной площадки. Поэтому данные экраны позволят использовать данное пространство под мостом. Социальный объект под мостом не новинка для России. Подобные спортивные площадки прошли проверку в Калининграде и Москве. Однако рязанский комплекс удивит масштабом. Он станет лучшим в стране по количеству, разновидности спортивных и досуговых площадок, а также качеству оборудования. По словам Сергея Карабасова, площадка соответствует всем нормам и правилам, а возведение капитальных сооружений в рамках проекта не предусмотрено. Мы устилаем асфальт, делаем резиновое покрытие и устанавливаем по периметру данного участка забор из рабицы, который будет, безусловно, контролировать систему входа-выхода. Ставится небольшая проходная система с металлоискателем, делается освещение под мостом, делается ограждение. Защитные экраны у нас будут, и хороший свежий воздух в лесопарке мы гарантируем. Спортивный комплекс под мостом рассчитан на людей разного возраста. Он будет работать ежедневно с 10 утра до 12 ночи. Площадка расположится под 8 пролетами моста. Здесь можно будет заниматься теннисом, баскетболом и футболом, воркаутом. Закончить строительство планируют уже летом. Галина Ершова, Роман Вихров, телекомпания «Город». 26 января, накануне дня полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады, в Рязани прошли мероприятия в память об этих событиях. На Ленинградском кладбище Скорбящинского мемориала состоялась церемония возложения цветов в честь ленинградцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие посетил Валерий Седов. Страх, отчаяние и боль. Для многих блокада Ленинграда запомнилась именно так. Осажденный город держался 872 дня. 18 января 1943 года блокадное кольцо было прорвано. Для многих ленинградцев Рязань стала вторым домом. Здесь они начали жить, пытаясь забыть об ужасах тех страшных лет. Погибших в городе много. И дети, и старики еще. Дмитрий Егорович в осажденном городе не был. Он ветеран Великой Отечественной войны. О блокаде города узнал только после прорыва осады. Говорит, что тогда новость его просто шокировала. В голове солдата не укладывалось, как город жил все это время. Теперь он каждый год посещает мемориальное кладбище в день снятия блокады, чтобы отдать дань героям тех лет. Должны помнить, что произошло в Ленинграде. Все должны знать, даже и дети, потому что сейчас стали забывать. Надо напоминать. В настоящее время в Рязани проживает свыше ста человек, награжденных медалью за оборону Ленинграда и знаком «Житель блокадного Ленинграда». Память защитников и жителей блокадного Ленинграда почтили минутой молчания. В их честь прозвучал троекратный оружейный салют. На возложении присутствовали и школьники, и представители волонтерских организаций. Вызвался, потому что интересно посмотреть и поддержать. Это память о погибших войнах и на ветеранах самих. После церемонии возложения в детской музыкальной школе номер один состоялся праздничный концерт для ветеранов и вручение региональных наград наиболее активным членам общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». В Рязанском регионе отмечено уменьшение количества совершенных тяжких преступлений, однако общее число незаконных деяний увеличилось. Показатели, которые удалось достичь в прошлом году, были озвучены в пятницу утром на итоговой коллегии в управлении МВД России по Рязанской области. Кроме того, в этот день на итоговом заседании отличившиеся сотрудники были отмечены правительственными наградами. В полиции подвели итоги 2017 года. На расширенном заседании коллегии управления МВД отметили, что доверие к органам внутренних дел стабильно растет. В этом году показатель увеличился на два пункта и добрался до отметки 59%. Сотрудники полиции провели большую работу по обеспечению безопасности на выборах губернатора, предотвращению террористических актов, а также вели профилактическую работу. Организовано и проведено 44 командно-штабные учения специализированных берегов. Проверена аминтуристическая убеденность основных объектов в федеральном и региональном значении. Подводя итоги, констатировано, что в ушедшем году состоялось окончательное установление вновь принятой структуры управления подразделений по паре с незаконным оборудованием на работе и по делам вибрации, переданным в МВД России указанным президентом Российской Федерации в 2016 году. По итогам года сотрудники полиции изъяли 47 единиц оружия, 2,5 тысячи боеприпасов, 7 килограмм взрывчатых веществ. Инспекторы ГИБДД на дорогах Рязанской области пресекли 1 миллион 200 тысяч нарушений. Было выписано штрафов на сумму в 1 миллиард 200 миллионов рублей. Достижения есть и в сфере незаконного оборота наркотиков. Стоит отметить, что общее число преступлений осталось на прежнем уровне. Однако их тяжесть заметно снизилась. Также в 2017 году пресекли на 14 процентов больше экономических преступлений. Считаю серьезным достижением то, что количество преступлений несовершеннолетних сократилось почти на 50 процентов. Это результат активной работы правоохранительных органов, областных министерств и ведомств, профилей региональной комиссии. В заключении Николай Любимов наградил лучших сотрудников прошедшего года благодарственными письмами. А на закрытом совещании обсудили дальнейшие планы по улучшению безопасности в Рязанской области. Галина Ершова, Роман Вихров, телекомпания «Город». Стало известно, что областной клинической больнице для капитального ремонта будет выделено 57 миллионов рублей с президентского фонда. 57,5 миллионов выделены с фонда президента на капитальный ремонт четырех этажей. Четыре отделения – ревматологическое, пульмонологическое, профпатологическое, неврологическое. Это оставшиеся не отремонтированные четыре отделения, именно те, где находятся пациенты. Все остальные в настоящий момент уже достаточно хорошо и качественно отремонтированы. Капитальный ремонт включает в себя полностью замену всех коммуникаций – электроснабжение, водоснабжение, полностью замена пола, потолок специальный, где проходят все коммуникации и обшивка специальными медицинскими панелями стен. Одновременно с этим в Рязанской ОКБ ожидается еще одно интересное событие. В марте планируется проведение масштабной научно-практической конференции с международным участием, на которой рязанские и зарубежные доктора продемонстрируют операции, которые будут транслироваться онлайн. И прямо во время проведения операции они смогут ответить на любые вопросы участников форума. Первый день конференции будет «Живая хирургия», второй день будет полностью посвящен как раз проблеме обучения, чтобы достичь такого уровня, как приезжающие к нам специалисты. И оперировать будут уже наши студенты. Оперировать на свинье, на кадаверном материале, будут показывать как раз ту технику. Мы будем демонстрировать свой подход к обучению. И действительно увидят, что некоторые операции, которые выполняют студенты, они достаточно сложные и уникальные. По крайней мере, насколько мне известно, эта программа инновационная. Я ее считаю главной заслугой моей работы, моей жизни. Поэтому такого нет нигде. Уникальная подготовка рязанских студентов соориентирована специально на то, чтобы по окончанию их обучения рязанские больницы получали готовых профессионалов. 25 января в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка художника-самоучки Михаила Бровкина. Семь работ из фондов музея, выполненные в жанре городского пейзажа, наряду с художественными достоинствами, имеют несомненную документальную ценность, продолжит Ирина Ковалева. Семь акварелей, выполненных в жанре городского пейзажа, на сегодняшний день являются чуть ли не единственными документами, благодаря которым мы можем узнать, как выглядел наш город в середине 19 века. Автором этих работ является художник-самоучка Михаил Бровкин. Историкам известно о нем немного. Родился он в начале 19 века, был глух и нем от рождения, работал в губернской чертежной и занимался зарисовкой уголков Рязани, видимо, для собственного удовольствия. Предпочтение он отдавал территории Рязанского Кремля, часто изображал храмы не только города, но и Рязанской губернии. Он, знаете, очень подробно, очень дотошно изображал все. То есть, вот если, как вот, поэтому, глядя вот на эти здания, мы можем, то есть мы же знаем историю этих зданий, да, как они перестраивались, как они изменялись. И когда мы это смотрим, то перед нами иллюстрация. И сейчас есть сведения, допустим, о каких-то постройках, удалось выяснить, например, какие храмы изображены на этой большой акварели, вот этих вот клеймах. Потому что, в общем-то, есть их изображения, ну, не сохранились до наших дней, но, вы знаете, точно соответствуют фотографии этих храмов. Для оживления пейзажа и обогащения сюжета Михаил Бровкин использовал стафаж, то есть изображение небольших фигурок людей и животных, которых художник располагает на первом плане вместе с транспортными средствами и другими элементами предметной среды. Еще одна особенность его работ – среди изображенных людей можно найти и самого художника, который находится в процессе работы над произведением. Сегодня картина Михаила Бровкина – бесценный документальный материал для историков, архитекторов и вообще для всех, кто интересуется прошлым нашего города. Ведь именно на его акварелях оно оживает, показывая нам, как жила Рязань в далеком XIX веке. Выставка «Рисовал с натуры» Михаил Бровкин будет работать на третьем этаже Дворца Олега до начала мая. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Заявление на прием в первый класс можно подать с 1 февраля. Кому стоит поторопиться и как это сделать, не выходя из дома, узнала Галина Ершова. Выбор школы зависит от множества факторов. Одним важна близость к дому, другим – проверенные учителя. Если вы относитесь к первой группе, то можете не торопиться. Важно прийти в школу, к которой вы закреплены по месту проживания, до 1 июля и написать заявление. Ребенок станет первоклассником автоматически. Если вы готовы ездить издалека, то подать заявление нужно как можно раньше, желательно в первых числах февраля. Зачисление начнется с 1 июля, когда станет известно, сколько свободных мест осталось в конкретной школе. При этом вероятность попасть в интересующее учебное заведение будет зависеть от вашего места в очереди. Подать заявление можно и в электронном виде. Для этого зайдите на сайт управления образования в раздел «Деятельность», «Общее образование». Там вы найдете подробную инструкцию. Однако учителя рекомендуют все же подавать заявление лично. Это позволяет познакомиться и убедиться в правильности своего выбора. День студента, который все россияне отмечали 25 января, в Рязани прошел на славу. Народными гулянями, с конкурсами, угощениями отметили День Татьяны, студенты Политехнического института. Руководство вуза постаралось сделать праздник по-настоящему ярким. Ведь это главный подарок молодым людям к окончанию зимней сессии. Рязанский Политехнический институт чтит традиции и каждый год вместе со студентами широко отмечает Татьянин день. В этом году празднование началось с молебна Святой Татьяне, который прошел в часовне вуза. На нем собралось руководство Политеха и студенты, которые помнят не только об исторической, но и о духовной составляющей этого праздника. Ведь в 1755 году, именно в День великому ученицы Татьяны, императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве университета и двух гимназий. Она нам показывает пример, нам, нашему студенчеству российскому, что вообще очень хорошо и важно о нашей земной жизни иметь попечение. Нужное образование хорошее получить, карьеру построить, какие-то материальные блага приобрести. Конечно, главное семья все-таки, семью создать. Но при всем этом очень важно не забывать самую главную цель нашей жизни – спасение. Продолжился праздник во внутреннем дворе института, где собрались не только студенты Политеха, но и приглашенные гости. Среди них учащиеся инженерных классов рязанских школ. Присутствовали здесь и студенты автотранспортного техникума имени Сергея Живага. Всех собравшихся поприветствовал и поздравил с праздником директор института Игорь Мурок. Хочу пожелать вам, чтобы вы всегда были такие, как сегодня, активные, чтобы вы приносили пользу и Рязанскому региону, и России. Всегда участвуйте во всех мероприятиях, помогайте всем, и это все вам окупится. К поздравлениям присоединились гости праздника. Депутат Рязанской областной думы Татьяна Панфилова и начальник отдела реализации социально-экономических программ Вячеслав Данченко, который отметил значимость этого дня. И мы его понимаем как день веселых, интеллектуальных, энергичных, значений, стремящихся к освоению своей профессии молодых людей. Хотелось бы, чтобы вас всегда, вам запутал удача и у вас был успех, чтобы вы становились настоящими профессионалами. Всего вам самого наилучшего в этом пути. После приветственных слов и поздравлений перешли к самому приятному – награждению и подаркам. Одной из победительниц в конкурсе зачеток стала Татьяна Володина. Сегодня девушка отмечает двойной праздник – умной головке, головку сыра. Именно ее и благодарность за отличную учебу Татьяна получила из рук ректора. Награждать студентов продолжили почетные гости. Они вручили грамоты за активную общественную работу. Среди награжденных – Сергей Кудинов, который рассказал нам о студенческой жизни политеха. Я очень люблю свой вуз. Смотря на своих друзей из других вузов и понимая, какая у них там атмосфера, понимаю, что я сделал самый правильный выбор. Награждение сопровождалось выступлением творческих коллективов вуза, после чего все гости поделились на команды и приняли участие в конкурсах. Для всех желающих подкрепиться на свежем воздухе работала полевая кухня. В общем, Татьянин день в политехе прошел, как всегда, задорно и весело. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте город62.тв. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok